Друзья, всем доброе утречко! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в горячей, солнечной Испании. Именно сейчас в городе Аликанте. И здесь, именно в этот момент, происходит главный летний праздник. Я думаю, про все это нам расскажет Ольга. Она уже появлялась в моих роликах. Привет! Мы сегодня не будем учить, как переезжать. Будем просто рассказывать про праздник. Но сначала давай по твоей традиции выпьем кофе. Да, выпьем кофеек. Но я так вижу, испанцы начинают утром не с кофе. А тут уже стоит такой вот бутырь. Потому что всю ночь до 5 утра все гуляли. И как бы без этого сейчас с утра никак. Давайте начинать этот прекрасный новый день. Ура! Ну что, давайте будем начинать. Кофеек выпьет. Что это за праздник? И вообще, что это такое? Этому празднику уже почти 100 лет. Официально он стал проводиться с 1928 года. И цель его это привлечение туристов. Могу сказать, что за прошлый год на этот праздник приехало больше миллиона туристов. В этом году говорят, что их приблизительно столько же. И судя по насыщенности людей, так и есть. Значит, 20 числа в городе устанавливают вот такие фигуры. Это, кстати, одна... Мы находимся сейчас на главной площади Аликанте, Плаза Аютамента. И это одна из самых больших фигур. Делает ее Педро Эспадреро. Если кому-то интересно посмотреть... Я думаю, все знают его. Ну, просто если кто-то хочет посмотреть, как эту фигуру делают, то у нас как раз-таки на канале недавно было видео. Мы были на производстве. Чтобы вы узнали, из чего это вообще делать. Да, смотрите. Есть еще подробное видео на канале Live Spain Club. На это видео будет ссылка под этим видео. Так что зайдите, посмотрите. Короче, самое интересное. Я когда видел эти фигуры, вот мое мнение было, что это, скорее всего, фигуру собрали, потом разобрали, и каждый год ее собирают, разбирают из года в год. Но самое интересное, что... Ничего подобного. Эти фигуры 24 июня в 12 часов ночи их начинают сжигать. Эту фигуру сжигают самой первой. И по городу стоит... Эти фигуры стоят абсолютно в каждом районе. И в цыганском, и не в цыганском. Короче, во всех есть. Чтобы вы знали, на эту фигуру в этом году потратили 118 тысяч евро. И сгорят эти 118 тысяч евро приблизительно, ну, наверное, минут за 15-20. Да, короче, просто смотрите, какая огромная фигура. И мне кажется, вообще территория здесь как бы небольшая. И как бы площадь, мне кажется, не рассчитана была на то, чтобы сжигали такие гигантские фигуры. Но мне аж самому стало интересно, как она будет гореть. По-моему, в общей совокупности, учитывая их количество, миллион евро, наверное, тратится. Да, и за одну ночь миллион евро сжигается. Да, и причем очень все продумано. С интервалом в 20 минут. В каждом районе все по-разному. Чтобы город не сгорел, потому что все полыхает. И когда вот эту фигуру все сожгут, здесь всегда присутствует очень много полиции, пожарных. Пожарные поворачиваются со шлангом в толпу и начинают поливать всех людей. Это такое очень веселое мероприятие. Ну, в жару классно. Мы подошли ко второй фигуре. Про нее что-то будем рассказывать? Ну, внутри, чтобы вы понимали, из чего это делается, это вообще пенопласт и дерево. Так что горит быстро, летят искры, пахнет пластмассой. И, кстати, у этого праздника есть очень много, как это, не злопыхателей, те, кто против как-то. Ну, да, то есть. Ну, то есть даже очень местные против, потому что это портит экологию, это очень шумно, это небезопасно. Вот, ну, так. Ну, да, и вот эту фигуру прям сжигают на этом месте, да? Да, да, вот она прямо здесь будет гореть. Смотрите, какая, в принципе, такая узенькая улица. И напишите, что вы про это думаете? То есть вот сейчас, если ты повернешься обратно, как, где мы стояли на площади, то когда вот эта главная большая фигура горит, то так огонь прям вот... Выше здание, да, где-то? Сюда видно, да. Такое очень зрелищное. Мы немножко прогуляемся по городу. Смотрите, вот такие вот фигурки, это уже поменьше, и все они будут гореть. Но насколько она близко к зданию находится, мне стало интересно сюда приехать и посмотреть, как это будет происходить все. Вообще здесь гуляние до скольки? До пяти утра где-то, да? До пяти утра вот все пять ночей, те, кто живет близко к вот таким вот этим баракам, да, где проходят все такие гулянки. Мы не спим, вот мы уже две ночи не спали, и еще три у нас такие ночи впереди. Здесь народ пьет, ест, веселится, здесь дискотека. Ну и атмосфера соответствующая. Но зато обратите внимание, сейчас сколько? Десять часов утра, уже все вымыто, убрано, как будто ничего и нет. Да. Видно, сейчас все подсыхает. Короче, здесь по ночам трешняк. И, кстати, когда фигуры горят, вот как только она сгорела, тут же приезжает уборочная техника и убирает все, и через 10 минут как будто ничего и не было. Кстати, вы должны знать, что в Аликанте музеи все бесплатные, и только один платный есть. Так вот, это музей, где хранятся мини-версии фигур, которые победили, да, те фигуры, которые помиловали, не сожгли. Вот, и, ну, к сожалению, он сегодня закрыт, потому что тут такая движуха, но зато можно зайти посмотреть всю историю от начала праздника до сегодняшнего дня. Улицы еще пустые. Видно, что город спит. Особенно вот бары с коктейлями, вообще все пусто. Ольга рассказывает, что это самая пьяная улица Аликанте. Здесь, короче, вся жесть происходит, да? Да, вот с обеда начинается и до глубокой ночи. Причем круглый год, так что кто любит веселье, вам сюда. Кайка штанец называется. Примерная цена за коктейль, какая здесь? 7 евро. Я прикрыл женскую грудь, потому что не знаю, можно в Ютубе такое показывать или нет. Это еще одна из фигур. И тут просто оголенная женщина. В Испании вообще на пляже, я хоть и против этого, но очень много женщин загорает топ-лес. Ну, я наоборот за. Ну, ты за, я, например, мне не очень так... Мне лично самой пофиг, но, допустим, когда я со своими детьми... Я за то, чтобы женщины загорали топ-лес. Это вредно для здоровья. Зачем? И так столько всяких бед в мире. Зачем себя еще провоцировать на онкологию? А вы напишите, как к этому относитесь? Вы за или против? Просто будет интересно почитать ваше мнение. Куда мы подошли? Мы подошли сейчас на площадь, где, кстати, находится налоговая нашего города. И в каждом районе рядом с фигурами есть такие еще баракос называются они. Есть общественные, когда ты можешь, вот как мы проходили, где пиво, прийти, там купить, что-то выпить, есть. А есть именно районы. То есть здесь собираются люди, которые здесь живут. Они целый год сдают деньги. Мэрия тоже выделяет им деньги. И вот здесь они в 11 часов вечера начинаются такой движ конкретно с дискотекой. И вот они здесь отдыхают, гудят все эти пять ночей. Смотрите, здесь машина возит газовые баллоны. Это что это? Ну, это такая очень популярная тема. Кстати, это первое, что меня было шокировало, когда мы приехали в Испанию. Я открываю кухонный шкафчик, и там стоит вот этот газовый баллон, как у бабушки на даче. Мне так было страшно, что он когда-нибудь взорвется. Но это вот очень популярное явление. Можно самому покупать на заправках, можно вот так вот заказывать. Машины привозят, особенно у тех, у кого нет лифта, вы уже заказывайте, они вам принесут. Получается, в высотках нету газа, да? Нет. Ну, очень мало домов, где есть вот этот газ по общему. А так, в основном, вот так. Ну, либо электрика. Да, действительно, здесь приезжаешь на заправку, и там есть отдельный такой, как это, стенд называется. Там много вот этих газовых баллонов, можно самому их заправить, да? Да, нет, не самому. Вот ты привозишь свой пустой, и заплатишь, и покупаешь новый. Кстати, вот эти оранжевые, они очень тяжелые. Лучше покупать такие алюминиевые, они полегче по весу. Да, ну, это... Такой лайфхак просто, чтобы ваши мужчины не надрывали спины. Мы заходим еще в какую-то зону. Что это за зона? Это вот как раз-таки вариант вот этого общественного барака, когда любой может зайти и купить себе напитки. Даже вот, видите, днем уже все открыто. И пойдемте посмотрим, какой продается алкоголь. Открытие в 12 часов дня. Мы только что хотели подойти к пивной стойке, но полицейский сказал, не-не-не, ребят, только с 12 и до утра, да, будет все работать. Вообще, я так понял, испанцы, они могут, начиная с дня и до утра, короче, пить. Да, причем, что я вот у мастера, когда мы записывали с ним интервью, который делает фигуры, я говорю, откуда у вас столько сил вот эти 5 ночей пить, есть, не спать? Он говорит, испанцы не любят работать, испанцы любят отдыхать, поэтому это у нас крови, и все вот эти праздники прям для нас очень важны, и мы очень классно себя на них чувствуем. У нас в этом году мэрия сделала бесплатный автобус на время праздника для того, чтобы объехать самые главные фигуры. Как сюда отправляется, можно все посмотреть. Да, и здесь пишут даты с 21 по 24 июня. И там, видите, костер еще нарисован на автобусе. Вообще, что это за улица? Я первый раз здесь. Это самая главная шопинговая улица Ликанты. Кстати, со вчерашнего дня в онлайне начались скидки, а с сегодняшнего дня в оффлайне. Поэтому здесь всегда очень много людей, но нужно быть внимательным. Во время скидок очень много краш, поэтому держите свои сумочки покрепче. Ну вот мы идем по городу, очень много фигур. Смотрите, это все, это тоже здесь сожжется, да, скорее всего? Да, все сжется, и все эти пять ночей здесь гремит дискотека, поэтому местные, у кого стоят вот эти фигуры, они очень часто на это время уезжают, потому что это просто невозможно спать. Да, вот смотрите, жилой дом, да, и здесь вот, короче, гремит дискотека до утра. И кто сдает вот жилье посуточно, то на время этих праздников цены вырастают, мне кажется, раз в пять. Потому что вообще просто бешеные цены на время этого праздника на аренду. Короче, тема праздников, я считаю, очень интересная. И здесь на севере, в Аликантов сказали, такого вроде бы нету, есть праздник вина, когда люди на протяжении нескольких дней одевают на себя все белое и обливаются вином. А еще же есть, когда помидорами бросаются, томатина, я не помню точно в каком городе, и бросаются помидорами тоже. Так, мы сейчас сядем на автобус, в автобусе классно работает кондиционер, сколько стоит проезд здесь? Смотрите, если покупать в автобусе, то билет стоит 1 евро 45 центов, но есть такие специальные карточки, минимум на 10 поездок. И до прошлого года эти 10 поездок стоили 8 евро 70 центов. А в этом году город сделал нам такой подарок, и стоимость уменьшил в 2 раза. То есть 10 поездок стоит теперь 4 евро 35 центов. Вообще классно. Подходим еще к одной скульптуре. Это мы в центре Аликанте, да? Нет, это не центр, это район Флорида, да. Если перевести, что вот здесь вот написано, да, то, в общем, что вся война произошла из-за жарности. На другой стороне здесь, по-моему, что-то связано с греческой мифологией. Ладно, не буду вот этим углубляться, просто вам показываю уже фигуру, а вы там... Знаете, на картину надо смотреть, и каждый находит в этом свой смысл. Здесь рядом тоже вот такая вот фуд-зона. В Испании это называется барак, да? Да. Я больше привык называть это фуд-зона. И смотрите, это все тоже будет гореть. Это будет поджигаться среди зданий. Мы идем к скульптуре, которая заняла первое место. И вот по дороге, смотрите, проходим вот такие вот... Общественные стиральные машины, да, они на самом деле очень популярны. Я сейчас поближе покажу, да. Особенно... Видите, во-первых, работают 365 дней в году. Особенно, когда дождь, потому что очень высокая влажность, даже летом плохо сохнет белье. А здесь можно сразу его и высушить. И многие приносят, особенно такие, знаете, одеяло, покрывало, крупное что-то, и стирают. Это стирка получается 5 евро, а просушить 1 евро, да? Да, вот 12 килограмм 5 евро, а посушить... Посушить зависит от того, сколько времени будешь сушить. Да, 30 минут 5 евро, 1 евро 6 минут. Ну что, уже время подходит в 13 часам дня. Уже начинается движуха. Активизировались вот эти вот зоны. Только-только начало все оживать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что это такое, ты расскажи? Это именно праздничный пирог. Он называется Кока Антонина. Там внутри тунец, лук и вот такое тесто. Ну и, конечно, уже наливают пиво. Делись на полято, по-моему. Людей очень много. Это точное время сейчас скажу. 12.47 Еще целый час до Москвы. Ты влачай, но только на улице. Наконец-то мы увидим еду в Испании. Смотрите, вот куда надо ехать за едой. Колбаски. Это ребрышки свиные. Потом здесь видно кровяночка. Пойдем, пойдем, пойдем. Да. Готовится, здесь будут делать паэлью. Здесь делается паэлья. Это прям получилось у нас такое большое видео. И мы его заканчиваем едой. Смотрите, как круто. Кальмары. Картошечка. Все так вкусно пахнет. Это у нас, наверное, сангрия холодненькая. Они еще, наверное, ледик туда добавят. Мне даже захотелось что-то съесть. Короче, здесь большая-большая фудзона. Это только-только вот они начали. Видите, все делать. Бар, коктейли наливают. Но цены, я вам скажу, не низкие. Кальмары сколько там стоили? 18 евро порция. Поэтому всегда говорят, что этот праздник очень хорошо себя отбивает. И вот эта вся гастрономия очень хорошо зарабатывает. Ну что, на этой прекрасной ноте будем заканчивать это видео. Давайте скажем огромное спасибо Ольге за то, что это все показала. Рассказала много полезной информации. Ссылка на инстаграм будет под видео. Также будет видео на канале Black Spain Club. Blue Spain Club. Blue Spain Club, да. И спасибо, что вы смотрите. Пишите комментарии. Напишите, что хотите еще посмотреть. Обязательно вам все его покажем. Если хотите вот показать гульню вечером, то придется пойти и загулять на всю ночь. Ну, ради зрителей, конечно. Да. Вот, так что всем пока. Пока. Спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА